17 лет. Время больших надежд, которые не может отнять даже тяжелая болезнь. Степан Марченко строит планы на жизнь, учится в колледже и скоро станет дипломированным интернет-маркетологом. Маркетолог это тот человек, кто создает рекламные объявления в интернете и на стендах, и продвигает официальные сайты, например. Прогулки пешком, игры с друзьями, все это для Степы теперь в далеком детстве. Здоровый, активный ребенок, только когда мальчику было 2,5 года, заметили, у него не получается прыгать. Потом он начал быстро уставать, с трудом подниматься по ступенькам. Выпускной праздник в детском саду Степа провел на руках у мамы. Я очень хорошо помню, как начала развиваться болезнь. Меня начало качать из стороны в сторону. И потом я стал падать на коленки, пока не сел полностью. Верный диагноз поставили, когда Степе было уже 6 лет. Мышечная дистрофия дюшена – редкое наследственное заболевание. Им страдают в основном мальчики. Постепенно у ребенка атрофируются все мышцы. Затем, как следствие, деформация суставов и позвоночника. Нарушение дыхания, сердечно-сосудистой системы. Победить болезнь невозможно, но издаваться ей нельзя. В первый раз у меня была депрессия. Но потом я взял себя в руки. Сказал сам себе умственно, что не нужно испускать слезы, нужно работать над собой. Чтобы на все хватало сил, Степа каждый день получает медикаментозную терапию. Днем дышит самостоятельно, ночью его подключают к ИВЛ. Мальчик не может сидеть без фиксации, но и в таком положении испытывает боль. Позвоночник в поясничном отделе прогнулся так сильно, что давит на внутренние органы. Таз, вместо того, чтобы находиться в таком положении, близком, по сути, к вертикальному, он лежит горизонтально. И за счет этого он не может полноценно сидеть, ну и в коляске, и просто сидеть не может. Потому что компенсаторно заваливается весь позвоночный столб вперед. Даже из такой тяжелой ситуации есть выход. Нужна хирургическая коррекция позвоночника. Операция сложная, с высоким риском. Но ее готовы выполнить в Петербургском НИИ в тезиопульмонологии. Врачи приведут позвоночник в правильное положение и зафиксируют металлоконструкции. Операция позволит ему в будущем на весь период не стать полностью лежачим пациентом, а продолжать жить в положении сидя без риска того, что он вообще не сможет сидеть ни в каком положении. Дистрофия Дюшена прогрессирует. Операция необходима срочно. Но только квот на этот вид лечения в клинике в ближайшие полгода нет. Необходимо собрать 940 тысяч рублей. И каждый из нас может не просто подарить Степе надежду, а сделать его жизнь счастливее и лучше. Здесь и сейчас. Он научил нас смотреть на жизнь позитивно. В первую очередь жить настоящим. То есть думать о том, что будет сегодня с нами. Мы не загадываем больше о том, что будет завтра, послезавтра. Вот наступил сегодняшний день и прекрасно. Екатерина Грицыенко, Михаил Марков, Сергей Ларичев. Вести. Петербург. Чтобы помочь Степану, достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарства. На сайте нашей телекомпании и на сайте Русфонда, все адреса на экране, можно увидеть, сколько средств уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. Продолжение следует...